Спорткары – особый класс автомобилей. Они притягивают всеобщее внимание благодаря эффектным формам и сногсшибательному дизайну, тем не менее чрезвычайно требовательны к качественному обслуживанию и тоже имеют свойство рано или поздно стареть и переходить в сегмент БУ. Один из самых популярных на вторичке сейчас спорткаров – это семейство автомобилей Mercedes-AMG GT. Об особенностях эксплуатации и типичных болячках первого поколения AMG GT я сегодня расскажу. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Mercedes-AMG GT дебютировал 9 сентября 2014 года и был официально представлен публике в октябре того же года на парижском автосалоне. Он стал вторым спортивным автомобилем, полностью разработанным силами подразделения Mercedes-AMG. В дизайне экстерьера GT сохранил преемственность с предыдущей моделью SLS-AMG, что чувствуется по широким колесным аркам, массивной нижней части кузова и наклонной линии крыши в стиле фастбэк. Изначально Mercedes-AMG GT существовал в двух типах кузова – родстер и купе. Последнее в некоторых источниках именовалось даже как лифтбэк, потому что крышка багажника, как и в случае с нашей четырехдверкой, открывалась вместе со стеклом. Привод у таких автомобилей был исключительно задним, а в качестве трансмиссии использовался фирменный AMG-шный семиступенчатый робот. Под капотом стоял восьмицилиндровый четырехлитровый V-образный двигатель M178DE40AL в двух версиях форсировки. На первых модификациях купе он выдавал мощность либо в 462, либо в 510 лошадиных сил. В 2017 году их отдачу повысили до 476 и 522 лошадиных сил соответственно. Кроме того, появились версии мощностью 557 и 585 лошадиных сил. Родстеры же предлагались лишь с моторами мощностью 476 и 557 лошадиных сил. В том же 2017 прошел рестайлинг модели. Силовая линия купе изменений не претерпела, а вот линейку двигателей родстеров, видимо, решили оптимизировать, заменив два мотора одним усредненным на 522 силы. В 2018 году появилось четырехдверное купе Mercedes AMG GT. Внешне и конструктивно четырехдверка отчасти тяготеет к современникам, моделям CLS и E-класс. У нее тот же девятиступенчатый автомат и полный привод-фирматик, но идеологически это все же AMG GT. Двигателей у четырехдверного AMG GT было уже два. Если у самых мощных версий стоял все тот же 178-й мотор, который тут развивал 585 либо 639 лошадиных сил, то на базовых версиях стоял рядный трехлитровый шестицилиндровый M256E30 в гибридном исполнении. Он выдавал 367 или 435 лошадиных сил. Ну и наконец в 2020 году появилась максимально заряженная версия купе Mercedes AMG Black Series со специально настроенным 178-м мотором в модификации M178 LS2. Она развивала умопомрачительные 730 лошадиных сил. Рассказ о типичных проблемах этого поколения Mercedes AMG GT надо начать с важного замечания. Покупая автомобиль такого класса, который предназначен для соответствующей эксплуатации редко подразумевающие размеренные движения по городским улочкам или загородным шоссе, необходимо понимать, к чему такая эксплуатация может привести. Причем речь идет не только о повышенных нагрузках на все узлы и агрегаты, но и о дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому всесторонняя доскональная проверка выбранной машины специалистам тут крайне обязательна. Как показал анализ рынка, представленные на вторичке GT-шки имеют в основной массе не очень большие пробеги. Ну и это понятно, потому что, скажем так, эксплуатация у этих моделей весьма специфическая, а потому в год они наматывают не очень много километров, гораздо меньше, чем привычные массовые легковушки. Тем не менее, эксперты все равно рекомендуют проверить пробег. Благо в автомобиле, имеющем более полусотни всевозможных блоков управления, бесследно скрутить пробег практически нереально. Считав ошибки, которые тут обязательно привязаны к километражу, вы узнаете о произошедших поломках. А информация об отключении питания с большой степенью вероятности укажет на демонтаж или замену тех или иных компонентов. Так, например, обнаружение отключения питания дверей или электрического люка на, как уверяет продавец, небитом и некрашенном автомобиле заставляет всерьез усомниться в правдивости его слов. Почему? Да потому что в 95% случаев подобное отключение требуется только тогда, когда нужно править крышу двери, либо менять их. Кроме того, проверьте приглянувшийся автомобиль на участие в отзывных кампаниях. В 2018 году 70 купе Mercedes AMG GT должны были отправиться на сервисные станции из-за дефекта передних ремней безопасности. Они могли застрять в направляющей петле в момент резкого торможения, ну или, не дай бог, удара. И вот чтобы ремни сработали правильно, дилеры должны были установить в направляющих передних ремней специальные элементы скольжения. В 2020 году Mercedes AMG GT отзывали несколько раз. Во-первых, спорткары вызывали к дилерам по причине несоответствия спецификации замка спинки заднего левого сиденья. Он не обеспечивал должной фиксации и потому подлежал обязательной замене на некоторых автомобилях, реализованных в том же году. Знающие пользователи GT уверяют, что он здесь точно такой же, как и на более дешевых моделях Mercedes-Benz вроде C или E-класса. Поэтому тот, кто не успел его заменить своевременно, может это сделать за куда меньшие деньги. Во-вторых, свидание владельцев Mercedes AMG GT с официальными дилерами происходило из-за низкого качества эластомерного материала, примененного для производства подводящего маслопровода турбокомпрессора на 178-м моторе. Данный дефект затронул автомобили, выпущенные в период с мая 2018 года по апрель 2019 года. На них могли возникать утечки масла из поврежденного маслопровода. А этот дефект особенно был опасен в связи с тем, что возникал риск возгорания в моторном отсеке из-за попадания масла на раскаленные детали двигателя, особенно у тех, кто любил давать хорошую нагрузку автомобилю. Из других характерных болячек 178-го мотора стоит назвать проблемы, связанные с топливной системой. Это и очень быстро выходящие из строя форсунки, и топливный насос высокого давления, едва способный доехать до 80-90 тысяч километров. Вообще существует три варианта замены насоса, но в реальности скорее два, потому что достать сейчас новый оригинал проблематично. Ждать будете больше месяца, и заплатить придется порядка 150 тысяч рублей. А вот восстановленных агрегатов, причем восстановленных специализированных, организаций с сервисной поддержкой и гарантий на рынке довольно много. И процесс заказа происходит достаточно легко. Сегодня заказывайте, а завтра вам уже привозят в обмен на ваш поврежденный восстановленный агрегат, да еще и с 50-процентной скидкой. Ну а бюджетная альтернатива фирменным деталям – аналог конвейерного поставщика. Он также есть в свободном доступе и, судя по отзывам, работает вполне сносно. С форсунками история примерно похожая, за тем лишь исключением, что достать новый аналог пока не составляет труда, и по цене он не сильно кусается. Но нефирменный аналог все равно заметно дешевле. Если же захотите сэкономить, то берите хотя бы продукцию проверенных брендов, потому что в последнее время рынок заполонили суррогаты неизвестного происхождения, которые быстро приходят в негодность даже на обычных легковушках, а на мерседесах AMG GT они умирают моментально. И хорошо, если их гибель не затронет исправность других узлов и компонентов. Из других слабых мест мотора М178 – свечи и катушки зажигания. Первым вообще отмерено не более 30-40 тысяч километров. И это в лучшем случае. Те, кто часто гоняет на мерседес AMG GT, порой вынуждены ставить новые катушки чуть ли не при каждой второй замене моторного масла. Грешить этот мотор может и случайными пропусками зажигания в отдельных цилиндрах. По этому поводу в 2019 году техподдержка производителя выпустила сервисный бюллетень, предписывавший проверку как системы зажигания, а именно катушек и их заземления, так и установку нового программного обеспечения. Кстати, о моторном масле. Опять же, по опыту замечено, что его замену рекомендуется проводить гораздо чаще официального регламента. Примерно каждые 5-7 тысяч километров. То же самое относится и к замене моторного масла в другом двигателе М256. Но прежде чем я перейду к этому агрегату, стоит сказать и о частых жалобах на термостат 178-го движка. Перебои в его работе происходят достаточно регулярно. Тут спасает только замена. Но она требует серьезных трудозатрат ввиду неудобного расположения самого узла. Но вот теперь со 178-м, пожалуй, все. И можно смело переходить к мотору М256. Он стал первым после длительного перерыва шестицилиндровым рядным двигателем Мерседес. И в теории должен быть очень надежным. Но соответствует ли эта теория практики, пока сказать сложно. Потому что двигатель этот еще сравнительно молод и пока лишь набирает статистику системных отказов. Но уже сейчас можно сказать, что его постигла та же беда, что и остальные двигатели, которые оснащены системой непосредственного впрыска топлива. Это нагарно-впускных клапанов. Чистить их приходится довольно часто. Через каждые 30 тысяч километров. А красивый и гордый шильдик АМГ заметно повышает стоимость вроде бы вполне стандартной и не очень дорогостоящей операции. К тому же на профильных форумах, пусть и в небольшом количестве, но все же с определенной периодичностью возникают сетования на ненормальный шум работы механизма изменения высоты подъема клапанов Камтроник. К сожалению, какого-либо однозначного и конкретного лечения этой болезни пока не существует. Однако маститы, спецы с умным видом что-то там делают, шаманят и на какое-то время шум проходит. Но потом может появиться вновь. А вот по поводу гибридной системы 256-го, добавляющей ему 22 лошадки, на форумах практически полная тишина. Наверное, она пока никого не подводила, что в принципе вполне возможно. Переходим к трансмиссии. Обсуждение коробок передач первого Мерседеса AMG GT в сети тоже встречаются редко. И это вполне объяснимо. Что 9-ступенчатый автомат AMG SpeedShift 10 9, что 7-ступенчатый робот AMG SpeedShift 10 в наших краях гости нечастые. К тому же с надежностью у этих агрегатов все в полном порядке. Претензий к ним совсем немного. Так, например, зарубежные пользователи спорткаров с роботизированной коробкой жаловались на рывки и резкие переключения иногда с перескоком через передачу. В этом случае спасала перепрошивка блока управления. У нас же чаще всего дискутируют по поводу течи и трансмиссионного масла, преимущественно по сальнику первичного вала и главным образом применительно к прошлой модели SLS AMG. Но, судя по всему, и в контексте AMG GT эта проблема имеет место быть. Главная же печаль обладателей автомобилей с 7-ступенчатым роботом это, конечно же, пакет сцеплений. Потому что, если активно ездить, то его приходится менять достаточно часто. Каждые 30-40 тысяч километров. Если же мы говорим про машину с 9-ступенчатой коробкой передач, как в нашем случае, то здесь все внимание нужно обратить на теплообменник. Он здесь маленький, крохотный, находится под днищем и поэтому требует чистоты. И, соответственно, эта коробка очень боится перегревов. Поэтому и к качеству трансмиссионной жидкости тоже нужно отнестись с соответствующим вниманием и обновлять ее примерно каждые 20-30 тысяч километров. По системе полного привода таких зон повышенного внимания пока что не выявлено. Единственное исключение это течи и запотевания сальника переднего редуктора, которые могут уже образоваться после 40 тысяч километров. Вот, например, как в нашем случае. Подвеска AMG GT тоже пока что не подкидывает проблем. Вероятно, из-за того, что пробеги, представленных на вторичке автомобилей, действительно небольшие и компоненты ходовой части просто физически еще не выработали свой ресурс. При этом те единичные владельцы, которые на своих машинах уже перешагнули за первую сотню тысяч километров, сообщают лишь об отдельных поломках, вызванных в большей степени собственной неаккуратностью, нежели износом. Но в то же время их слова вызывают и определенную обеспокоенность, поскольку из них следует, что аналогов не найти, а при повреждении сайлент-блока в рычаге приходится менять весь рычаг целиком. Технология завода-изготовителя не подразумевает его перепрессовки. То же самое касается и пришедших в негодность втулах переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их придется менять вместе с торсионом, потому что отдельно в природе они не существуют. Одна отрада. Произойти все это должно на больших пробегах уже за 100 тысяч километров. И когда еще машина доедет до этой отметки, сказать сложно. Ведь вернусь к тому, с чего начал, покупают Mercedes AMG GT совсем не для того, чтобы наматывать километраж в будничных поездках по городу или в дальних путешествиях. В первую очередь его берут для быстрых прохватов по городскому асфальту, для прострелов по ровным трекам и состязаний себе подобными. Поэтому износ подвески происходит очень медленно. Кстати, поэтому же среди поддержанных спорткаров так много заряженных дополнительным тюнингом образцов. Учтите это и тщательно изучите приобретаемую машину всеми доступными способами, прежде чем ударить с продавцом по рукам. Это нужно сделать, чтобы уберечь себя от покупки очень уставшего, либо проблемного автомобиля. Восстановление которого добавит головной боли и потребует серьезных средств, а точнее вложений. С вами была программа «Поддержанные автомобили» и я ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи! Продолжение следует...